Тошнота, снижение аппетита и слабость были постоянными спутниками Нургуль Абдрозаковой. Её диагноз – вторично сморщенная почка. На протяжении 16 лет – постоянные обследования и консультации со специалистами. Удаление органа – единственный выход. Из-за страха женщина постоянно откладывала операцию, но врачам удалось найти подход к пациентке. Кота сделали через контраст, чтобы конкретно посмотреть, где что. И всё, решили сделать операцию. Спасибо огромное, что всё прошло хорошо. Вот после операции я сижу, чувствую себя хорошо. Три прокола по сантиметру каждый – всё, что напоминает Нургуль об операции. Лапароскопическая нефрактомия – малоинвазивное хирургическое вмешательство. Благодаря ему пациент быстрее восстанавливается. Большинство операций выполняется через естественные мочеводящие пути, либо же путём через кожных пособий, через разрез, который выполняется в поэтничной области не более полтора-двух сантиметров. Если речь идёт о мочекаменной болезни, а урологи чаще всего обращаются к нам именно с мочекаменной болезнью, наше отделение обладает всем спектром современных эндоскопических пособий. Этот диагноз ставят каждому четвёртому мужчине после сорока. Аденома – предстательные железы. Её тоже часто лечат в отделении. С возрастом пациенты начинают отмечать ухудшение качества мочеводов ткани, чувство неполного упражнения мочевого пузыря, что и приводит к необходимости обращения к урологам за урологической помощью. И на амбулаторном звене амбулаторные урологи выявляют данную проблему, направляют к нам, где мы обследуем и выполняем операции высокотехнологические, эндоскопические, малотравматичные по поводу удаления излишков ткани аденомопрестательной железы. За день в отделении урологии проводят примерно пять плановых операций. Когда консервативное лечение не помогает, прибегают к хирургическому вмешательству. Так случилось и у 58-летнего пациента с аденомой простаты. Суть операции заключается в проведении специального эндоскопического инструмента через уретру до мочевого пузыря, визуализация адематозных узлов гиперплазии пристательной железы. И с помощью специальной энергии происходит операция аденом пристательной железы с последующим отгалением ткани пристательной железы. В прошлом году в отделении урологии лечения прошли более 1600 пациентов. Больше половины из них последствий хирургического вмешательства практически не почувствовали. Благодаря ювелирной работе врачей и современному оборудованию. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинсова.